Добрый день, это Курящий из окна снова. Ну и снова Plants vs Zombies. Я тут подумал, чего бы мне поиграть? Ну, естественно, это будет одна мини-игра, возможно, еще второе прохождение, если мини-игра у нас получится одного раза. В прошлый раз, по-моему, не получилось, насколько я помню, Yim. Я-то иногда просто забавляюсь сам для себя, во что-то играю, и мне постоянно нравится играть в боулинг. Вот этот вот, Well Not Bowling или Well Nut, ну, короче говоря, Стена Орех Боулинг. Но как-то в такой, в обычный боулинг меня достало играть, я хочу играть в Боулинг 2, который более сложный, немножко и более интересный, мне кажется, хотя я не помню, в чем отличие. Может, просто будет больше зомби и все. Но я не могу в него играть, потому что он у меня пока что не пройден для летсплея. Наверное, сейчас я буду его проходить для летсплея, чтобы потом суметь играть в него для себя. Такая вот простая логика. Ну и, в принципе, игра у нас уже понеслась. У меня довольно такая, довольно несложная манера играния в него. Я, пока есть возможность, коплю красные орехи. И когда уже начинается очень большая атака, начинаю использовать их. А пока что не... Пока что не использую. А, вот в чем разница, а? Я и забыл, тут еще есть гигантские орехи. Наверное, даже их надо копить, они взрывающиеся. Хотя надо проверить, что они делают. Скорее всего, просто вот есть зомби разной сложности, разного всего. А эти, наверняка, просто сносят всю линию зомби, чтобы с ними не происходило. Но все равно, пока... Пока все просто, пока еще на нас никто не надвигается, надо использовать обычные. Кстати, это какой? Да. Нет, по-моему, это был все-таки обычный. Что-то они так похожи, когда катятся, по выражению лица. А вот когда уже начнется полный кирдец... Да, что слово я использую? Ну, кирдыка, я хотел сказать. Тогда уже надо будет пытаться использовать их, и я думаю, это не за горами. Потому что копить и то, и то, это просто невыносимо. Ну, давайте вот здесь вот два зомби. Да, был абсолютно прав. Он такой огроменный орех, и он сносит все без всякой различия между тем, кем являются эти зомби. Да, что-то у меня сегодня язык вообще заплетается. Не знаю почему. Наверное, так надо. Ну и... Ну и... До чего дожил? Обычно хорейхов дождаться сложнее, чем более больших или более красных. Сколько у нас, кстати, будет волн? Раз, два, три волны. Но я думаю, пока что мы еще выживаем. Пока что все держится. Не знаю, что рассказать, потому что пока ничего не происходит. Хотя бы до начала волны. Ну да, все-таки я тут много раз говорил о том, что я уйду в отпуск в сентябре, в лучшем случае. Скорее всего, я еще немножко уйду в отпуск в сентябре. Но сейчас меня немного отпустили. На некоторое время, не знаю точно на какое. А может быть, я и целиком сейчас отпуск отгуляю. Может быть, и нет. Но все равно пока что я отдыхаю. Но это как-то далеко не значит того, что я буду именно вот так вот каждый день записывать по 10 серий и того и другого. У меня накопились свои дела, накопилось все остальное. Накопился просто отдых, которого мне очень хочется. Я сплю, смотрю сериал и наконец-то начал досматривать и пересматривать «Доктора Кто». Правда, ну как бы сказать, четвертый сезон досмотрел, где, господи, Дэвид он или не Дэвид? По-моему, все-таки Дэвид Теннент заканчивает свое пребывание в роли «Доктора». Попробовал посмотреть начало пятого сезона, но вот не прет меня этот новый актер. Не могу я его смотреть. Так что начал пересматривать с удовольствием второй, третий сезон. И, наверное, четвертый тоже потом пересмотрю с Дэвидом Теннентом в главной роли. Да, почитал, к сожалению, у него, видимо, была какая-то болезнь. Операция на позвоночнике, если я правильно помню, поэтому он не смог сниматься дальше. А так бы наверняка его оставили, потому что он идеальный доктор. Ну да, было такое легкое отвлечение. Не пойми во что, давайте играться дальше. О, блин, на меня тут как-то нападают и нападают. Да, они уж приближаются, надо бы потихоньку... Оу! Да, все-таки боулинг второе, он отличается не только тем, что здесь есть такие орехи, но и тем, что он просто более сложный. Вот появились зомби, которых еще не было. Я очень надеюсь, что Гаргантюа все-таки тут не будет. Хотя, даже если и будет, то это все равно будет не очень сложно, мне кажется, с такими-то орехами, с такими накоплениями. Да, вот эту линию надо сносить. А то этот зомби-танцор будет рожать все новых и новых. Так, водичка. Где у меня водичка? Чего-то у меня не хватает дыхалочки. И что-то я вообще заметил, что как-то я сейчас немножко более хрипло говорю. Возможно, это из-за того, что я сижу более выше, чем обычно. Я могу тут еще поскрипеть немножко, все остальное. Я наконец-то купил себе кровать вместо своего дивана. Она немножко выше. Я на ней все равно сижу за компьютером, хоть она и в два раза больше почти моего дивана. Но не в два раза выше. Выше она всего на сантиметров 20, может быть, и даже на 15. Но все равно непривычно. Потому что обычно я смотрел на монитор снизу вверх, а тут вот сверху вниз. Но я вам хочу сказать, иметь кровать это круто. Поспал одну ночь вчера. Вчера ничего не выходило, потому что я просто тупо ее собирал. Есть такое удовольствие, хоть это и не Икея, хоть это и просто доставка из магазина, но все равно мебель надо собирать самому, и задолбался я. Кровать собирал 3,5 часа, по-моему. В одиночку. Ну, собрал. Поделал проверочные упражнения на ней, типа, туда-сюда-обратно. Ну, сам с собой. Сам с матрасом. В смысле, все нормально. Держит, не ломается. Хотя и веса-то не очень много. Ну, как немного, сколько там? 82, наверное, килограмма. При моих 180 сантиметрах роста. В принципе, нормальный вес. Надо будет проверять потом, как оно будет выдерживать более активные действия на нем. Ай, типа... Типа да. Ладно, не буду о своем, о личном, о чем-то еще, но... Еще раз хочу сказать, это круто. Этому матрасу, вернее, не матрасу, а дивану, который у меня был, вернее, на котором я спал было лет 15, если не 18 уже. Он мне достался по наследству, это... Это было нечто, конечно. А так, кровать стоит практически как компьютер обновить. Вот компьютер я обновлял тысяч за 12, наверное, или за 13 даже. И кровать с матрасом тоже стоила 12 тысяч, почти 13 с доставкой. Ну, а я сейчас просто счастлив, я, наверное, проведу пару ночей и буду в хорошем настроении, буду снимать больше, активнее и все остальное. В общем, чем лучше мне, тем лучше вам в плане наблюдения за мной. Ну, что забавляет, кстати, матрас стоит дороже дивана. О, дороже кровати. Кровать, по-моему, 4 с чем-то тысяч стоила, а матрас почти под 6. Но он большой, что с него взять? 2 метра на 1,80. Можно спать и так, и так, я давно об этом мечтал. Ну да, это у меня получается такой слегка подкаст все-таки, но... Как бы именно такая игра в Plants vs. Zombies, когда... Просто надо отбиваться от волны и ничего нового не происходит, никакой стратегии нету. Просто подразумевает о том, чтобы поговорить в своем. Я все-таки очень надеюсь восстановить как-нибудь... О, что-то он как-то быстро покатился, даже странно. Очень надеюсь оживить Night Sky. Потому что там осталось-то всего ничего до конца игры. Оно у меня есть купленное, даже подаренное, по-моему, в Стиме. Но от себя не могу собраться. А так было бы хорошо. Потому что Night Sky это игра, с которой я начинал. Вообще у меня... Хотя нет, юбилей у меня будет еще не скоро, а один год. В моей деятельности. Снимать я начал, по-моему, в самом начале ноября 11-го. И начинал именно с Night Sky. Был это мой чисто подкаст. Но очень скоро пришло ощущение того, что как-то... Чисто подкаст это, по-моему, неинтересно. Да и сложно постоянно придумывать что-то новое. Потому что жизнь у меня не особенно активная. У меня работа довольно такая однообразная. Я как бы не могу... Разговаривать о своей работе. Не то, что однообразная, но вот именно, что не могу. Не хочу говорить о живых людях, потому что вдруг они что-то услышат из этого, что-то еще. А как бы никто далеко не подозревал, что я могу заниматься такой странной деятельностью и еще о них разговаривать. Опять-таки конкуренция, опять-таки тех фирм, между которыми моя ведет какую-то конкурентную борьбу. А я тут буду вся секрет разговаривать. Так что это неправильно. Ничего про свою личную жизнь вообще стараюсь не говорить. А про работу тем более. А, так. Ну, тем временем у нас пошла предпоследняя волна. И как-то их стало больше, слушайте. Но... С другой стороны, это хорошо, что... Орехом есть откуда отскакивать. Правда, как-то они все равно не очень хорошо. Делаю то, чего я от них хочу. И пора бы уже, пора бы уже вообще. Блин, мне кажется, я сейчас буду помирать. Мне вот главное эту волну отбить. Так, дайте-ка я зомби-танцора и, например, вот этого убью. Да, вот так вот. Так, тебя вот так вот. Тебя вот так вот. Даже вас вот так вот. А вот теперь мне будет полный... Ага. Полный, а не пойми что. Потому что... У меня не осталось никаких моих запасов. Я их потратил на предпоследней волне, а не на последней. Но! Главное продержаться. Потому что у меня тут есть газонокосилки, которые снесут, в принципе, все. В принципе, все снесут, кто бы ни пошел. Главное, чтобы после того, как они снесут все, не пошло еще новых. И вот основная задача у меня в этом. Продержаться. Главное продержаться. Так, 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 так. Да, зомби в ведрах это сильно. Да, ачивку за то, чтобы... Какое-то определенное количество зомби одним орехом побить я уже получал. Только не помню, к сожалению, в летсплее или в чем-то еще. О, да, в чем-то еще. Ну или просто в обычной игре. Но уже, значит, не судьба. Так, этих так. Этих так нет. Мне надо дождаться последней волны. Мне надо дождаться последней волны. Так, 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 так. Так. Пока что. Так, вот здесь вот их много очень было. Вот этого надо успеть, а. Вот этого. Хотя бы вот этого. Ладно, здесь пускай газонокосилка делает свое дело. Одну линию я еще как-нибудь позащищаю. Так, ладно. Тут и этим можно тоже. Тут их все равно было много. Хотя бы не очень жалко. Хотя все равно, конечно, жалко. Нужно было этого зомби-танцора убивать. Тесно, кстати, зомби-танцор. Он убивается с одного удара или нет? Так. Ну-ну-ну. Вот так вот, да. Не успел ожить. Класс. Значит, эту линию надо будет особо тщательно защищать. Иначе по ней уже все пройдут. И мне ничто не поможет, если я не сумею отбить нападение. До сих пор, кстати, так и не проверил. Если бы аграбли купил, например, то аграбли бы защищали меня и здесь. Или они все-таки защищают только в обычной игре. Так ни разу не покупал грабель за весь летсплей. Какая-то будет уже серия 43-45, я не помню точно. Ну и вообще, эти грабли и небольшой приверженец. Хотя денег у меня снова дофига. Вон 250 тысяч почти. Но я люблю посидеть в Садидзен. Когда нечего делать, когда смотрю какой-то сериал. Это же всегда хорошо, когда что-то происходит, и для этого не надо ничего делать. Ну, работать не надо. Можно один. Можно один раз поиграть в этот самый, как раз в боулинг, который мне нравится играть. Получить там шоколадку для моей улитки. Эта улитка будет сколько там, полчаса или час собирать растения абсолютно за бесплатно, без всякого моего участия на заднем плане. Даже мутка не будет играть. Да, я, кстати, замечаю, что все-таки действительно я как-то немножко изменился тембр моего голоса. Может быть, мне это кажется, конечно, но скорее всего все-таки нет. Так, вот так вот вас, да. Ну и ладно. Давайте потратим еще одну, как раз несем эту линию, чтобы на ней никто не наступал. Чтобы даже не рисковать. И будем ждать. Будем ждать, будем ждать. Так, кого ждать? Хм. Нет, так не пойдет. Ну ладно, давайте вот так вот тогда. И надеюсь, мне выпадет еще один большой орех. Надеюсь, даже не один. Так, вот так вот, вот так вот. Пока получается, да, последняя волна, Е. Теперь надо просто ждать и защищать одну линию. Да, вот этих вот я, наверное, все-таки не успею убить. Надо всячески. Да, вот так вот, как раз то, что надо. Монет уже просто не собрать. Можно даже вот это вот тоже. У меня просто есть такое, ну, как бы, чисто любивое желание. Чисто любивое, чисто любивое. Мне постоянно была интересна этимология слова «чисто любивый». Мне всегда казалось, что это от чистоты помыслов зависит. Типа там, хочется, чтобы все было чисто и аккуратно. На самом деле, это, по-моему, чисто любивый, когда хочешь чести себе. Вообще, этимология русских слов довольно забавная вещь. Иногда интересно поизучать. В последнее время этим занимался товарищ Задорнов. Хотя давно его снова не смотрел. Да, и, кстати, вспоминая Задорнов, снова хочется устроить конкурс уже более такой человеческий, более хороший. Призом в этом конкурсе будет стимовская игра, потому что просто деньги раздавать я не люблю. Да, и тем временем я победил. Ну и тем, кстати, у меня есть такое желание просто развивать все-таки стим в нашей маленькой, отдельно взятой галактике. Потому что я дарю или я люблю игры, которые действительно замечательные, и мне хочется, чтобы к их разработчикам дошли деньги. Вот такой я нехороший. Я тут потянулся, у меня снова насморк. Извиняюсь. О, последняя мини-игра. Doctor Zombies Revenge. Это будет классная мини-игра, но она будет у нас еще потом. А пока что чего? Пока что... Да, дайте-ка я выпрямлюсь, а? С этой кроватью непривычно, что у меня теперь микрофон неудобно ставить. Да, в Doctor Zombies Revenge мы будем играть чуть попозже, но у нас всего-то осталось мини-игр пройти. Раз, два, три. И, кстати, в Doctor Zombies Revenge, по-моему, можно будет играть не один раз. Если я не ошибаюсь. Ну, а пока что чего? Пока что, как и обещал... Нет, поливать все это добро я не буду. Да, кстати, я не помню, показывал или нет, но вот так выглядят сады дзен все остальные. Ладно, дай я тебя хотя бы покормлю. Потому что ты даешь нам денег довольно много. Аквариум, дерево мудрости, которое я так до сих пор еще и не растил. Кстати, дайте-ка проверим, пока денег много. Дерево мудрости будет говорить с нами наверняка на английском, потому что русификатор у меня слетел, и благополучно больше не ставится на Steam-версию. Я пробую попытаться использовать свое знание английского языка. Попытаюсь я написать future, пока что-то там, что-то там. Ну да, это код, это будет видоизменение зомби. Ага, один листочек. Если ты видишь грибы, растения для своего сада дзен, ты получишь больше удачи, играя на уровне... Блин, что ж ты так быстро исчезаешь-то, а? Скажи мне еще раз. Хм. Я чувствую... Спирт приходит. Почему тебя нельзя заставить разговаривать снова, а? Ни одного слова из этого не знаю, кроме... Кроме... Май. Ладно, не будем мучиться, поиграем в один уровень приключения. И, наверное, будем на этом заканчивать серию. Что у нас тут будет? Блин, прикуривал-прикуривал, так и не прикурил, а? В принципе, курить вредно, но что-то я взялся за серию, еще ничего не начинаю. Да, я, кстати, забыл. Я же должен выбирать эти растения вслепую. Так что давайте этим мы будем заниматься. Я закрываю глаза. Вожу мышкой и наверняка опять паду на лимонах. Ладно. Сколько там надо выбрать? Шесть, что ли? Блин, снова на лимонахе. Выбрал одно. Угу. Еще два. Это я открыл глаза посмотреть. Потому что вам же нет никакого удовольствия смотреть, как я кликаю на лимонахе. Да, и что я выбрал? Предатель могил нам абсолютно не нужен. Это нам тоже не нужно. Остальной набор, кстати, классный. Арбузомед и ледяной арбузомед. Я думаю, все будет хорошо, все будет интересно. И летс рак. Так. Да. Я, кстати, забыл, что мне все-таки надо взять хотя бы цветочек, который дает солнце. Так что все-таки одно из этого я должен поменять, вынужден поменять. Но давайте поменяем кактус, например. Потому что я забыл, что надо будет брать все-таки что-нибудь из максимально полезного мне. Потому что иначе без солнца я ничего не смогу делать. А теперь точно летс рак. Я специально не стал убирать абсолютно бесполезную вещь, типа этой. могила едки или этого фонарика. Потому что это было бы не очень честно. А кактусом все-таки можно было бы защищаться. Но вот я его убрал. Давно не снимал Тенферсу зомби. Сколько там неделя или даже больше уже прошло. Может и неделя. Я не помню, когда я его снимал. По-моему, еще до моего большого перерыва на неделю. Так что я думаю, кто-нибудь из вас будет даже рад, если я это поснимаю. И у меня есть оправдание тому, что я могу тупить. Потому что в обычное прохождение я, естественно, не играю сам по себе. Ну, потому что если я в него буду играть, чё ж я заговариваюсь-то, а? То у меня не получится снять это потом. Уже не возвратишь то, чего было. Так, дайте-ка я тебе поставлю орех. Ты его будешь есть. А я тем временем поворачиваю что-нибудь полезное. Да, вот эти вот орехи восстанавливаются только очень долго. Это единственный, так сказать, их минус. Но я думаю, под этого я тоже успею посадить орех. А вот, чтобы накопить на арбуз, у меня будет уходить довольно много времени. Потому что арбузы, мягко говоря, стоят довольно дорого. Ладно, сейчас у меня уже будет этот орешек. Она же картошка. Я, пожалуй, посажу ещё один двойной подсолнух, и дальше буду уже копить на арбузы. Потому что всё-таки без арбузов довольно грустно. Да, я бы даже сказал грустно и просто так. Ну ладно, давайте вот так вот хотя бы. Ты будешь идти чуть подольше. Так, тебе вот это. Тебе досталось поесть более-больше. Блин, более-больше. Моя русская языка просто великолепна. Солнышко, солнышко, блин. Сейчас он съест ещё нижний этот. Да, по-любому надо чё-то делать. А то это... Это неправильно, слушайте. Надо сажать арбузы. А то без арбузов будет вообще никак. Я буду проигрывать. Мне придётся играть в это уже просто так. А играть в это просто так, это будет неинтересно вам. Вам же интересно, чтобы это поснималось вот так вот. Так. Ты успеешь двоих? Нет, блин. Ты не успеешь двоих. Ладно, ладно. Будем как-то стараться выживать. Выжёвывать. Блин, а он сейчас съест мой двойной. Не надо. Не надо. Дайте мне. Дайте мне. Дайте. Дайте, 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 дайте. Е-е-е. Да, успел. А вот что делать с этим будет вообще непонятно. Так, дайте, 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 дайте. Почему я орех не могу? А, уже могу. Классно. А вот как мне с ним справляться? Я уже не очень представляю. Так, ну эти вот есть тоже здесь. Здесь я вам могу посадить ещё вот это вот, чтобы вы это жевали. Надо накапливать. Надо проходить период накопления капитала. Блин. Период накопления капитала. Период накопления капитала. Период накопления капитала. Скороговорка, блин. Корабли лавировали, лавировали, да не выловировали. Корабли лавировали, лавировали, да не выловировали. Корабли лавировали, лавировали, да не выловировали. Где-то я видел классную скороговорку. Надо пытаться ее позачитывать Но это была, конечно, не такая Там было что-то очень уж интересное Что заставляют читать людей Блин, нафига я это посадил? Что заставляют читать людей в театральных вузах Там очень длинная скороговорка и очень интересная Но не успел я ее запомнить Ее еще запомнить вообще надо постараться, мягко говоря Ладно, так, 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 так Дайте мне что-нибудь, что-нибудь, дайте мне Ну, дайте мне, о, вот это дайте мне Блин, все-таки не успела, а все-таки ты съешь мой цветок Ну, ладно Неприятность эту мы переживем Хотя, конечно, это довольно большая неприятность Так, ну что, накопить на это или все-таки это? Да, я боюсь, что на большой орех у меня не накопится так быстро Тем более его придется сажать сюда куда-нибудь Вообще, я сейчас скорее выживаю, нежели живу Что-то мне казалось, что арбузики я выбрал очень даже хорошо А на самом деле как-то это не получается, мягко говоря Еще эти орехи я сажаю абсолютно не туда, куда надо Потому что сюда я не смогу посадить арбузы, чтобы застреливать, собственно говоря, это все Ну, ладно, ладно, как-нибудь будем выживать У меня есть что-нибудь стреляющее назад? Нет, назад у меня стреляет только вот этот перец халапенья И все Ладно, тогда пока что будем сажать арбузы сюда Если у меня еще хватит на это денег Все-таки один арбуз минимум мне надо посадить Уже потом двойные эти Двойные подсолнухи У меня уже начал плакать этот орех Ладно, так, сюда У меня уже волна началась, а у меня еще ничего не готово Это неправильно Ладно, вас я халапеньей сейчас буду убивать По-быстренькому Только восстановись, успей Успей, ну, ты же восстановилась Вот, блин, съел все-таки Зараза, а Ну, ладно, пока что живем Пока живем, но уже с трудом У нас съели этот орех Будет не жалко сюда сажать арбуз Я абсолютно не успеваю сажать двойные цветочки Опять не туда посадил Надо было сюда за защиту Хотя и здесь, в принципе, защита даже такая и такая Так что это ладно, это ничего Блин, что-то я уронил, да Благополучно уронил то, в чем у меня была вода Ладно, будем убираться Когда у меня все закончится Но пока у меня еще не все закончилось На паузу я жать не могу Угу 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 Что-то мне это не нравится Мне это все очень-очень не нравится Так, 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 успею Да, вроде как успею Они должны будут уничтожиться довольно быстро Я думаю, все будет хорошо Да, здесь надо вот этих вот Хотя, в принципе, зря я так рано посадил Надо было дождаться пока Блин, он сейчас съест мой арбуз Он сейчас съест мой арбуз Блин, он съел мой арбуз Ну ладно 300 солнышков пустую Я думаю, они даже сейчас съедят мой орех Классно Да, целиком на нервах Тут уже не поговорю Ладно, давайте вот так вот Не надо есть мое солнышко А то что-то я буду тогда вообще грустный Мало солнца Абсолютно неоткуда все это восстанавливать Так, тут ты будешь нормально Сюда надо будет халапеньо Блин, а часто использую халапеньо Так, ладно Давайте-ка вот так вот И сейчас я буду покупать арбуз на это место Если у меня будет солнце Да, у меня будет солнце Я думаю, что я успею вас убить Прежде чем вы съедите все это Но надо на халапеньо накопить Иначе, если вы съедите и это, и это То будет вообще плохо Да, 25 Еще, еще, еще чуть-чуть Да, вот так вот Вот так вот Не успеете Не успели Блин, здесь успели Ну ладно Здесь у меня была защита хоть какая-то Тем временем приближается последняя волна А у меня как бы еще ничего не готово к встрече У меня еще даже арбузы не на всех линиях Интересно Прямо такое Я опять не туда посадил Ну ладно Я надеюсь, сюда я все-таки сумею посадить арбуз Да, не обращайте внимание Если я тут кликаю мышкой Это я ей кликаю просто от нервов Ничего не происходит А я ей просто кликаю И все Так Так, 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 так Здесь есть защита немножко Я думаю, здесь даже успеется все Все успеется Так, да, сюда Здесь ты пока ешь Здесь будет халапеньо Когда уже будет совсем кирдык Когда пойдет волна Я думаю, вы не успеете дожевать мой орех Пока не пойдет волна Так, 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 так Давайте-ка посадим защиту куда-нибудь вот сюда Например На всякий пожарный Блин, мне нужна волна Мне нужно, чтобы это продвигалось быстрее Так, вот, так вот Не дамся без боя Как пел, по-моему, товарищ Вакарчук Из группы Океан Эльзы Я надеюсь, я не путаю У меня постоянно путаются Вот некоторые белорусские и украинские группы Блин, съел все-таки, да? Съели Съели, съели Ну ладно, не дождемся волны Придется делать так Ну теперь у меня будет уже много солнца Я надеюсь, я все-таки справлюсь с этой задачей Хоть как-нибудь Сейчас я еще накоплю на арбуз И будет вообще попроще Арбузы все-таки бьют не по одной линии По-моему, а по паре линии рядом Так что мы должны будем выжить Мы просто обязаны будем выжить А у меня за микрофоном Тем временем прячется половина экрана Когда я сажусь немножко поудобнее Да, к этому надо будет привыкать еще К тому, как у меня теперь заново сидеть за микрофоном Но я думаю, так или иначе Привыкнем Это... и это все И это была волна Это была волна Какая-то хиленькая волна Мне без волны было сложнее, чем с волной Знаете, я даже не буду ничего делать Просто дождусь и все Пока его уничтожат Хотя, ладно Давайте у нас будет фейерверк Раз, два, три Фейерверк Оу Читая забыл, что выкидывать не на главное меню А в следующий уровень Но, наверное, я сам себя выкину на главное меню И попрощаюсь с вами Вы откурящие из окна Смотрите, подписывайтесь И все остальное До свидания Пока Субтитры сделал DimaTorzok